Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры, на очередной торговой сессии этой недели. На календаре 7 декабря, вторник, мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Начнем, как обычно, с индекса S&P 500. Итак, индекс S&P 500 у нас немножко подрос. Ждали мы вчера его в нашей целевой зоне и отсюда рассматривали продажи. Но, как видим, продажи вчера были только в качестве небольшой коррекции, даже скорее реакции от нижней границы и верхней границы целевого диапазона. И в итоге цена все-таки через паттерн 1.2.3 ушла в восходящем направлении. Что нам делать сейчас? Сейчас цена пытается пробить диапазон средних скользящих. И, в принципе, можно на этом констатировать, что, скорее всего, та коррекция, которую мы увидели, это, наверное, финал марлезонского коррекционного балета, если можно так сказать. Сейчас цена стремится упорно в восходящем направлении. Поэтому, возможно, что тренд как раз в рамках предновогоднего ралли будет продолжен именно в лонг. Поэтому, если у вас есть короткие позиции, я рекомендую вам их все-таки зафиксировать и подождать на хорошей точке входа для того, чтобы перевернуться. Перевернуться именно в восходящем направлении. Для того, чтобы нам перевернуться, необходимо дождаться одной из коррекций, которые у нас были до этого. Берем несколько размерностей. Смотрим, что одна размерность нас приводит примерно к уровню 45.80. Это будет первый уровень, от которого мы будем с вами покупать. Конечно, можно купить на более агрессивной основе где-то примерно от уровня 46.05. Но я бы все-таки предпочел именно такой коррекции дождаться. То есть, именно на предыдущую размерность. Затем, уже мы будем рассматривать движение в восходящем направлении. Первая цель для нас будет обновление глобального максимума. Именно примерно котировки 47.39. Ну а дальше уже будем смотреть по факту. Так, идем далее. Евро-доллар. Практически вчера не изменилась тенденция по евро-доллару. И многие могут сказать, что здесь у нас образовался вложенный день. Действительно, с первого взгляда кажется, как будто у нас здесь есть маловолатильный понедельник, который полностью лежит в границах пятницы. Но на самом деле это не так. Не так, потому что вот это вчерашнее нисходящее движение. Как видим, здесь лоу отмечен 1.12.663. А здесь лоу в пятницу был отмечен как 1.12.664. То есть, на один несчастный пипс вчерашнее дневное движение было ниже, чем пятничное движение. Поэтому, увы, никакого вложенного дня здесь нет. И нам придется довольствоваться тем, что мы имеем по факту. А имеем мы то, что у нас здесь продолжается краткосрочная коррекция. И тот сценарий, который мы рассматривали ранее, он до сих пор остается актуальным. А именно, это восходящее движение в область зоны ликвидности верхней, не отработанной с границей, в котировке 1.13.81. Здесь ничего не меняется. Так, идем дальше. Пункт доллара. Пункт тоже остается прежним в нашем основном сценарии. Мы ждем восходящего движения от нижних зон ликвидности к верхним зонам ликвидности. Первая цель у нас отмечена на котировке 1.33.575. И здесь есть еще одна особенность. Если вы заходили конкретно в зон ликвидности, сейчас у вас сделки должны быть в таком относительно неплохом плюсе. Порядка 35-55 пунктов. Каждая сделка. Я рекомендую при подходе к вот этой линии сопротивления сделки перевести без убыток. А лучше частично зафиксировать и перевести без убыток. Объясню почему. Тренд здесь у нас с вами все-таки нисходящий. То, что мы оттолкнулись от зон ликвидности при вот такой очень интересной структуре, это, конечно, хорошо. Ясно-понятно, что наибольшие объемы у нас сосредоточены именно вот здесь и где-то примерно вот здесь. То есть, по сути, нижние объемы мы отработали. Теперь нам нужно отработать верхние объемы. Но, как видим, они здесь уже были отработаны немножко ранее. Но это произошло еще до формирования вложенного дня. Поэтому здесь я боюсь, что мы можем по трехсоставному движению вот так подняться как раз в район этой линии сопротивления, а отсюда уйти еще ниже на более глубокую коррекцию перед тем, как пойти в восходящем направлении и тестировать верхние зоны ликвидности. Поэтому для того, чтобы вот такого казуса избежать, я рекомендую все-таки сделки перевести в безубыток и частично их зафиксировать. Ничего страшного, если мы все-таки пойдем вверх и лишимся части прибыли. Поверьте, лучше каскадно закрывать при каких-то сомнениях, каких-то непонятных ситуациях, чем потом смотреть, как сделка в полном объеме летит не туда, куда нам нужно. Поэтому давайте будем все-таки консервативными, скучными трейдерами, но трейдерами с профитом. Ладно. А так, в принципе, мы ждем тот же самый сценарий. То есть основная идея у нас остается прежней. Это восходящее движение к верхней зоне ликвидности. Идем дальше. Доллар японская иена. По доллару японской иене здесь у нас идея следующая. Мы вчера рассматривали движение к верхней границе. Как видим, сценарий этот отработал. Верхней границе мы достигли, но мы пошли еще дальше. Тренд у нас здесь, исходя из средних скользящих, остается нисходящим. И, конечно же, логично в этой ситуации будет именно продавать. Но продавать не с текущих позиций, а от конкретных уровней. Ближайшие уровни, от которых можно продать, это у нас уровень 113.816. Уровень минимальной коррекции по отношению ко всей волне нисходящего движения. И уровень 114.018, это нижняя граница верхней зоны ликвидности. Вот от этих уровней я бы очень хотел продать. Другое дело, что здесь есть более такая глобальная картинка. То есть, глобальный тренд у нас сейчас подходящий. И то, что сейчас выполняет цена, можно легко расценивать как коррекционное движение. А то, что сейчас мы вышли из накопления именно в восходящем направлении, может свидетельствовать о том, что мы пойдем в продолжение восходящего тренда. Поэтому, если вы все-таки будете здесь продавать, я призываю вас немножко понизить объем торгов. То есть, заходить не рабочим объемом, которым вы обычно привыкли заходить, а чуть-чуть более меньшим объемом. Поскольку, все-таки, возможно, здесь будет продолжение восходящего тренда. Так что, основная идея – продаем от указанных уровней. Ну, а если вдруг цена не идет, а все-таки пытается как-то пробиться наверх, мы уже будем с вами переворачиваться и искать какие-то варианты точек входа в покупку. Но, по крайней мере, для того, чтобы нам быть уверенными, что тренды действительно сменятся, цена должна закрепиться выше диапазона средних цен. А пока что мы оттестировали только верхнюю его границу. Идем дальше. Доллар-канадец. По доллар-канадцу мы планомерненько снижаемся. И здесь у нас уже возникает некий такой предполагаемый сценарий развития событий. Итак, мы находимся в диапазоне средних цен. Мы сделали уже достаточно неплохую коррекцию для того, чтобы нам впоследствии купить. Но я все-таки считаю, что эта коррекция еще недостаточна. И нам нужно спуститься еще чуть-чуть пониже. Но в рамках текущего сегодняшнего дня у нас вполне возможно, что будет коррекционное движение. И только завтра или послезавтра мы достигнем наших необходимых коррекционных границ, от которых можно выгодно купить. И здесь у нас будет уже в таком случае сформирована нисходящая усеченная волновая конструкция. Что нам, собственно, и нужно для того, чтобы точно быть уверенными в нашей правоте. Поэтому, значит, что мы будем делать? В текущей позиции кто хочет купить? Да, вы можете на самом деле покупать в любой момент. И вас никто не заставляет, никто не принуждает, не ограничивает. Но с текущей позиции купить можно. По одной простой причине. Сейчас покажу. Потому что мы находимся в зоне между минимальной коррекцией и глубокой коррекцией. И, по сути, здесь у нас есть такая тенденция, которая располагает к тому, что его можно вырасти. Но я бы все-таки на это не рассчитывал, а подождал именно коррекции и движения к цели 1.26.933. И вот от этого уровня он уже начинал покупать. Вот эта зона, в принципе, нам вся интересна в качестве покупок, в качестве зоны покупок. Она ограничивается котировками 1.26.933, 1.26.521. Вот такая зона. И отсюда уже можно точно искать какие-то разворотные паттерны, точки входа. И спокойно заходить, не боясь, что что-то пойдет не так. Мы действуем в восходящем тренде после очень хорошей коррекции из диапазона средних значений. Что действительно может пойти не так. Это будет наш основной сценарий. Далее. Доллар-франк. По доллар-франку все-таки вчера не остались мы в рамках диапазона. Вышли, закрепились и улетели еще дальше. Не было практически реакции на верхнюю зону ликвидности. Это, в принципе, может многое означать. Но, как минимум, то, что здесь произошло, это было не такой уж и, как сказать... Как таковой борьбы не было. Была лишь фиксация позиции. И из-за этого мы редко сначала взлетели, а потом упали вниз. Но этого мы знать не могли, поэтому предположение наше просто оказалось неверным. Что будем делать сейчас? Сейчас, после того, как мы вышли все-таки в восходящем направлении от флетового диапазона, мы будем рассматривать приоритетное движение именно в лонг. Для того, чтобы нам купить. Нам нужно дождаться трехсоставной коррекции к одному из ключевых уровней. Вот такая трехсоставная коррекция у нас на текущий момент вырисовывается. И первый уровень, от которого мы будем покупать 0.92.237. Более дальний уровень 0.92. Можно сказать 0.92 ровно практически. Также не забываем о том, что в этом флетовом диапазончике у нас очень много было коррекционных движений. По сути говоря, каждая из этих размерностей может нас привести в точку, откуда цена может развернуться и продолжить движение в восходящем направлении. От какой конкретной точки она развернется, мы не знаем. Но мы предполагаем, что это будет примерно котировка 0.92.237, поскольку здесь соединяются в один несколько сценариев. Ну а дальше уже будем рассматривать движение в подходящем направлении. Ближайшая цель 0.93 ровно 0.93.139 ключевой диапазон. Ну а более дальняя цель уже будет отмечена у нас вот таким структурным движением цены и приведет нас, может быть, чуть-чуть подальше, может быть, чуть-чуть поближе, если коррекция будет поглубже, а может быть, приведет как раз в этот же ключевой диапазон. В общем, в любом случае, пока что придерживаемся такого сценария. Идем дальше. Австралиец доллар. Пока что не нарисовали мы локальной дивергенции, ушли все-таки вчера на коррекцию в восходящем направлении, сейчас тестируем вложенный день, границу вложенного дня. Собственно говоря, в рамках нисходящего тренда, конечно же, при выполнении вот такой составной коррекции и при отсутствии локальной дивергенции, я бы все-таки предположил, что мы продолжим движение в нисходящем направлении. Поэтому здесь актуальны именно продажи. Но вот с текущих позиций я бы, наверное, все-таки не продавал, потому что как-то уж слишком быстренько мы пролетели в период азиатской торговой сессии нижнюю границу зоны ликвидности, что как будто здесь вообще никаких объемов не осталось и толком некому цену поддерживать. Но еще и такая шпилька тем более нарисована. Поэтому здесь я бы подождал достижение вот этого уровня. Это у нас уровень 0.71091. И от него совершил продажу до нижней зоны ликвидности. Это будет на текущий момент наш основной сценарий по австралийцу доллару. То есть сегодня мы попробуем его продать в рамках нисходящего тренда. Ну а дальше уже будем смотреть, насколько эта продажа отработает или не отработает. Ну пока что так. Так, а нижняя зона ликвидности давайте отметим. Это у нас 0.69777, 0.69500 ровно. Так, идем дальше. Новозеландец. У Новозеланца, в отличие от австралийца, не было вчера вложенного дня, хотя день получился гипер-супер-ультра-невладильным. 26 пунктов всего лишь амплитуда. Это вообще ни о чем в квадрате, я бы сказал. Поэтому сегодня, по сути говоря, у нас ситуация особо не меняется. Сейчас мы тестируем нижнюю границу ранее пробитого плэтового диапазона. Ну и по большому счету основной сценарий для нас будет продолжение нисходящего движения, если мы закрепимся ниже этой границы. То есть на текущий момент мы закрепляемся ниже. Ни одна свеча у нас не закрылась выше этой границы. Поэтому основной сценарий продаем. Продаем докуда? Правильно, до уровня 0.67-137, до нашего ключевого уровня, откуда мы собирались рассматривать вчера агрессивные покупки при отработке локальной дивергенции. Так что вот такой нехитрый сценарий у нас по новозеландцам на сегодняшний момент. Так, идем дальше. Золото. По золоту, надеюсь, все вчера здесь выставили отложенный ордер, потому что схватили мы его очень четко, с погрешностью буквально в 5 пунктов. Ребята, это очень круто. По золоту это действительно круто. С учетом того, что спрэд у нас равен на золоте примерно 25-30 пипсов, то 50 пипсов погрешность при совершении сделки, это очень круто. На текущий момент прибыль у нас порядка 70 пунктов. Мы держим эту позицию. Сейчас уже, наверное, можно перевести ее в безубыток. И ждем мы следующего. Значит, у нас есть размерность восходящая. Теперь мы уже точно знаем, откуда у нас идет коррекционное движение. Поэтому данная размерность нас приводит примерно в нижнюю границу верхней зоны ликвидности 1803.06. Это и будет наша ближайшая цель по золоту. Продолжаем держать эти сделки. Несмотря на то, что здесь у нас нисходящий тренд. И, казалось бы, мы зашли в область средних цен. Все-таки этот сценарий, мне кажется, на более глубокую восходящую коррекцию себя отработает. Ну, а дальше от этих зон мы уже с вами продадим золото, если будет на то веская причина. А пока что придерживаемся именно такого сценария на восходящее движение. Так, идем дальше. Серебро. По серебру ничего толком у нас не меняется. В связи с тем, что мы вчера открылись немножко выше, чем... Немножко выше, чем была цена в пятницу. У нас здесь нет вложенного дня. К сожалению, тоже не образовалось. Давайте проверим еще раз. Так, хай 22.588. А здесь хай 22.580. Да, к сожалению, нет здесь вложенного дня. Ну, в принципе, и ладно, что называется. Вчера мы говорили о том, что основная идея здесь будет, это отработка глобальной дивергенции. Но, собственно, сегодня ничего не меняется. По-прежнему, мы ждем отработки. Но если уж мы золото рассматриваем на предмет восходящего движения, думаю, что серебро поддержит этот тренд и пойдет след за золотом. Поэтому ждем пробоя. Закрепляется у нас часовая свеча выше трендовой линии. Мы покупаем со стоп-лостом за ближайший локальный минимум. И цель у нас, с вами, будет здесь минимальная. Давайте, кстати, посмотрим, сколько здесь будет минимальная цель. Измеряем высоту канала и откладываем ее примерно в зоне пробоя. Минимальная цель будет 22,765. Максимальная цель по отработке дивергенции 23,062. Ну и более дальний циклический диапазон 23,360, 23,470. Можете себе обменить. Так, идем дальше. Нефть марки Brent. Нет все-таки у Свистала наверх. Но в продаже я говорил, что мы не рассматриваем раньше, чем доберемся до уровня 76,18. И сегодня у меня возникла еще такая интересная идея. Почему бы нам не попробовать все-таки заработать на покупке? А то мы что-то все на продажах, на продажах зарабатываем. На покупках не получается. У нас есть вот такое составное движение, которое на конечном итоге, мы явно это видим, приведет к этому уровню 76,18. Вчера я что-то об этом не подумал, а к вечеру только сообразил. Так вот, идея в чем? Идея в том, чтобы после очередной коррекции нам купить как раз до вот этого уровня. А уже по достижению этого уровня можно продать, при этом даже не закрывая позицию лонговую. Просто открыться, например, большим или меньшим объемом, в зависимости от того, какие цели мы в дальнейшем преследуем. Идея в том, что мы ждем коррекцию. Сейчас у нас эта коррекция примерно отмечается в район котировки 70,95. Но здесь есть еще более дальний уровень 70,49. То есть это два уровня, которые рядышком со всем находятся. Поэтому от какого конкретно цена скорректируется и пойдет в восходящем направлении, трудно сказать. Но поэтому мы отмечаем их несколько. Собственно, мы ждем коррекции к этой зоне и отсюда покупаем до наших верхних целей. Вот такой основной сценарий у нас будет на текущий момент по нефти. Здесь есть также еще один нюанс относительно вот этого гэпа. Просто если мы пойдем действительно на коррекцию в нисходящем направлении, мы можем пойти закрывать этот гэп. Спрашивается тогда, у некоторых может возникнуть мысль, а зачем нам заходить от верхнего уровня, если мы можем подождать закрытие гэпа. Друзья, дело в том, что мы можем этот гэп и не закрыть прямо сейчас. Мы можем его закрыть через месяц, через неделю, через полгода и так далее. Это никто не знает. Поэтому, если уж у нас есть какой-то сценарий, есть какой-то четкий торговый план, мы торгуем по уровням, то давайте тогда придерживаться этого торгового плана. Более ближний уровень поддержки 72.01, но я думаю, что все-таки мы его пробьем и пройдем именно по вот этой предыдущей размерности. Хотя, конечно, все возможно. Ничто не вечно под луной и все еще может измениться. У нас есть также еще несколько размерностей, которые также здесь у нас встречались в предыдущих движениях. Есть достаточно большие размерности, но это уже что-то из разряда именно продолжения трендового движения. Практически к локальному минимуму. Поэтому я такую коррекцию не рассматриваю. Рассматриваю более короткие. Сценарий, думаю, всем ясен. Ждем нисходящего движения, отсюда покупаем, достигаем уровня, от уровня продаем. Так, идем дальше. Доллар-рубль. По доллар-рублю ушли мы немножко наверх. И здесь я обратил внимание вот на что. Идея восходящего движения у нас также остается актуальной. Но у нас здесь есть вот такая размерность, которая была одной из последних в цикле восходящего движения. И эта размерность нас приводит вот к этому пивоту. И если вы стоите до сих пор в лонгах, не закрыли еще свои позиции, то я вам рекомендую по достижении этого уровня, это у нас котировка примерно 75.053, все-таки закрыть часть позиции и перевести основную часть без убыток. Поскольку, выполнив данную коррекцию, мы с вами можем пойти немножко по другому сценарию. Поскольку здесь у нас также присутствует вблизи уровень глубокой коррекции по отношению к вот этой волне нисходящего движения, мы можем уйти с вами вот по такой размерности вниз вот до этого уровня. До уровня глубокой коррекции 72.406. А уже от уровня глубокой коррекции пойти дальше в восходящем направлении. Поэтому нам с вами совсем не нужно сидеть лишний раз в просадках, как это было ранее, когда мы все-таки пытались поймать начало восходящего тренда. Сейчас это совсем не нужно. Лишние свопы, лишние нервы, лишний геморрой. Это не нужно никому. Поэтому давайте так, просто обезопасим свои сделки и затем уже будем рассматривать какие-то другие сценарии или продолжение текущего сценария. То есть вот такие идеи по доллар-рублю. Так, и биткоин. Биткоин вчера немножко подрос, все-таки пробил целевой диапазон. И здесь у нас с вами на самом деле такая достаточно серьезная дилемма. То есть, во-первых, краткосрочный тренд у нас здесь явно сменился на нисходящий. Он был нисходящим и здесь. Для того, чтобы это подтвердить, есть очень простой и действенный способ. Мы с вами просто накинем две средние скользящие. 135-ю и 365-ю экспоненциальные. И увидим, что действительно у нас здесь нисходящий тренд. Так вот, цена практически подошла к диапазону средних значений. Конечно же, по-хорошему, по-правильному от этого диапазона средних значений мы должны с вами продать. Более того, если мы вот этот уровень перенесем вот сюда, мы будем правы, потому что этот уровень зеркальный действительно сильный. Во-первых, мы видим, как неоднократно цена от него корректировалась здесь, отскакивала и была проторговка здесь. То есть, здесь действительно была какая-то борьба. Видим, несколько раз свечки ходили вверх-вниз, поэтому там есть какие-то объемы, есть какой-то интерес. Соответственно, нам, конечно же, лучше всего будет продать именно вот от этого диапазончика. Это диапазончик 53.313-53.970. Собственно, от этого диапазона мы будем продавать. Но здесь есть один важный момент. Мы знаем, как может летать биткоин. И то, что мы сделали вот такое вот резкое движение в восходящем направлении, как-то было, например, здесь, с таким же успехом мы можем рухнуть. И то же самое здесь. Мы улетели вниз и можем с таким же успехом улететь наверх. Поэтому, во-первых, обязательно ставьте стоп-лоссы. Во-вторых, все-таки, поскольку глобальный тренд у нас восходящий, как ни крути, пока еще, по крайней мере, лучше не использовать рабочие объемы, а использовать пониженный объем. Это раз. А в-третьих, учтите здесь еще один такой вариант. Если у нас цена не дойдет до вот этого диапазончика, откуда мы с вами намечаем продажу, у нас с вами есть здесь еще один вариант, как действовать. Вот у нас есть вот такая волна подъемная. Есть после этого небольшая коррекция. И сейчас развивается волна С. То есть, вот эта волна А, эта волна В, эта волна С. До усеченной, до границы усеченной конструкции осталось буквально чуть-чуть до маленькой. И видим, что границы этой усеченной конструкции точно совпадают с вот этой шпилькой. Такое внезапное совпадение. 51,675 этот уровень. Так вот, если часовая свеча не закрывается выше этого уровня, то здесь можно использовать идею продажи от как раз границы усеченной конструкции. Это будет агрессивная точка входа ранее, но ее использовать можно. Более консервативной точкой входа является сценарий пробоя наклонной восходящей трендовой линии и после коррекции формирования нисходящего паттерна 1,2,3. Вот это будет более консервативный сценарий, поэтому его можно будет придерживаться уже, имея в виду, продажу рабочим объемом. Поскольку в этом случае, ну, это будет как минимум оправданно. Вот, собственно, остальные сценарии у нас носят агрессивный характер. Поэтому, еще раз, основные идеи у нас пока тренды с нисходящей будут именно в шорт, пока цена консолидируется ниже диапазона средних кольнящих, ну, а затем уже будем рассматривать какие-то другие варианты. Цели по позициям в шорт у нас как минимум на обновление локального минимума. Как максимум это круглый диапазон 40 тысяч ровно. Я все-таки его рассматриваю как основной целевой, потому что здесь у нас была и в прошлый раз такая неплохая коррекция в районе этого уровня. Ну, и в этот раз я не думаю, что цену уронят ниже этих значений. Так что это будет для нас крайняя такая граница, крайняя точка. На текущий момент у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Всего хорошего, удачного дня, профита, пока!